Музыка Так, ну что, я сейчас в аэропорту, сижу в одном из моих любимых мест, это такая гостиная, которая немножко спрятана от глаз, она прямо над входом в электричку, если знаете. И здесь есть розетки, здесь видно летное поле, очень классно, классный свет и спокойное место, почти никого нету. И дяденька, который рядом со мной сидит, там вот за столбом, он тоже так думал, пока не пришла я и не поставила штатив, ну что тихо и никого нет. Но снимать я не собираюсь здесь очень долго, просто хотела сказать вам, что я лечу в Москву, ура-ура-ура. Правда, видео-то выйдет уже, когда я оттуда вернусь, наверное. Но я так давно не летала без детей, это такой кайф. Я уже понимаю, что через час я буду по ним жутко скучать, но пока я кайфую. Отвела их в сад, приехала в аэропорт. Пока из сада не позвонили, все идет по плану. В общем, у кого ностальгия по нашему аэропорту Орландо, то вот ставлю вам несколько видов аэропорта, а я полетела в Москву. Ура! Я думала, я вам поснимаю немножко аэропорт, а там дьюти-фри, погуляю, время было много по работе. И потом иду на паспортный контроль и понимаю, что забыла один важный документ, мою карточку по МЖ. А это нужно. Ну, хоть у меня израильский паспорт, но долго объяснять, но она нужна при вы... И слава богу, я живу около аэропорта, и мой муж работает в аэропорту с машиной. Поэтому он за 10 минут, ну, за полчаса туда-обратно смотался, достал мне мою карточку. И я в последний момент на нервах вот такая... Послушайте, у Москвы... Короче, говорит, все, конец, время тебе. Нет, у тебя больше времени сидеть, работать. Я пока позаряжаю компьютер немножко, чтобы можно было на борту поработать. Спокойно, дзен, дзен, короче. Вы когда-нибудь забывали паспорта? Ну, не паспорт, но почти паспорт. Слава богу, все хорошо закончилось. Аллилуйя. Поехали. Плотно прижмите маску к носу и раку. Закрепите камеру. Продолжение следует... 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 А это, ой-ой, падают открытки, вот, значит, набережная Хэпсбрун, зимняя с елкой нашей, это крупная, большой, длинная, это главная площадь Стокгольма, и выпечка, ну, видите, она немножко обрезанная, завтра заберу нормальные открытки, и я решила, то есть набор из трех открыток послать пяти подписчикам, то есть напишите мне внизу, что вы хотите открытки, я разыграю, к сожалению, не могу послать всем, хотя очень хочу, у меня еще несколько проектов, на которые эти открытки нужны, ну, плюс буду дарить их всем, кто придет на экскурсии, но пятерым из тех, кто напишет внизу комментарий, что он их хочет, я пошлю в любой конец мира, вот, а, ну, и цветочки, конечно, мне подарили, вот, смотрите, какие цветочки, прям как будто, ну, знаете, цирк на гастролях, ой, какая крутенькая, сижу, как кощей, чахну на плах. Субтитры сделал DimaTorzok А еще покажу, что я купила в Москве, в смысле, книги детские. Прям не могу, уже жду с картинками Сутиева, как я люблю эти сказки, я просто обожаю эти сказки, думаю, моим тоже зайдет, про это, наверное, вы слышали, про эту книгу, про то, как, как жить, да. Это Гузель Яхина, я читала у нее, Сулиха открывает глаза, мне все советовали еще и дети мои, очаровательный кишечник, тоже мне советовали все умные, стройные, здоровенькие девочки, которые слушают свое тело, это то, тема, которая мне сейчас очень важна. Вот эти просто меня, у нас очень хорошо такие идут, я долго выбирала между тремя, в результате взяла все. Как я их пытащу, не знаю, но это уже, да. Ну вот, ну и еще всякое такое, знаете, и почитать в самолете. Мы пошли гулять в Царицыно, у меня сегодня день рождения, поэтому мы решили, чтобы там не метать на стол, а еще день рождения у моей двоюродной сестры в один тот же день. Поэтому мы решили просто пойти погулять, посидеть. Мы все живем на юге, поэтому Царицыно просто идеально. Очень люблю это место, и тем более, если можно разделить с любимыми людьми. Ой, я прям жду, не дождусь, сейчас всех увижу. А завтра уже домой. Детям сказала, что у меня день рождения 23-го, потому что сын уже понимает в числах, понимает в календарях, и я думаю, он не понял бы, если бы я уехала на день рождения. Поэтому он думает, что у меня 23-го, но это неправда. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои! Я вернулась домой, и... Господи, свет какой! Давно пора, как приличный блогер, купить освещение нормальное. Я надеюсь, что влог вам понравился. Я знаю, что он не суперинформативный, но вот так вот Москва мне зашла. Не забывайте, что я хочу разыграть 5 наборов открыток, по 3 открытки в наборе. Я пошлю пятерым подписчикам, которые внизу откомментируют, что они хотят эти открытки. Все остальные могут приехать ко мне на экскурсию и получить эти открытки, если захотите. Но самое главное, как я буду выбирать победителей, я это сделаю в прямом эфире в Инстаграме. И, кстати, в Инстаграме разыграю еще 3 таких набора. Так что, если вы хотите увеличить ваши шансы, вы можете и там, и тут. Подписывайтесь на Инстаграм. Один из последних постов будет с этими открытками. Я разыграю сначала 5 из Ютуба, затем 3 из Инстаграма. В одном и том же прямом эфире, примерно после выхода этого видео, наверное, через день или через два. Спасибо большое, что были со мной все эти 10-15, сколько у меня там смонтируется минут, не знаю. Но я очень надеюсь, что у меня будет больше времени монтировать видео сейчас, когда экскурсий вроде должно быть меньше. Все же осень, зима, летом просто вообще не передохнуть. Вообще-вообще-вообще. Но сейчас как-то полегче. С другой стороны, я сейчас стараюсь просто меньше работать, больше быть с детьми, больше время тратить на какие-то мои вещи, которые никак не связаны с работой. Хотя работа – это и есть моя вещь. Ну вот, надо разделять. В общем, вот такая сижу домашняя вся. Смотрю на тебя, понимаю, что я вышла к вам в моей фланелечке. Это не пижамка. Это любимая рубашка моего мужа, охотничья такая. Я в ней хожу дома, не рассказывайте ему. Да, все. Спасибо за внимание. У меня, как всегда, слишком много бля-бля-бля. Потом мне будут в комментариях писать. Глаза бы мои это раз видели, что за тетка в клетчатой фланельке. И, как обычно, в общем, да, критику всегда можно навести на все. Пока. Я замолкаю. Подписывайтесь на инстаграм. Разыгрываем открытки. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова